Игромания представляет В эфире программа «Во что поиграть на этой неделе?» Жаркий июль, холодная пора для игроделов. Впрочем, кое-что в эти дни всё же выходит. В разгаре очередной сезон гонок «Формулы-1», в котором кипит нешуточное противостояние между Льюисом Хэмилтоном и Ника Росбергом. Кому из них достанется победа, пока что можно только гадать. А любители виртуальных гонок уже сейчас могут определить своего чемпиона. Им, разумеется, может стать не только кто-то из лидеров сезона, а любой из гонщиков чемпионата. F1 2015 стала первой игрой серии, разработанной для консолей нового поколения. Она может похвастаться новым движком, предельно реалистичной физикой и очень сообразительным искусственным интеллектом. На персональных компьютерах и PS4 вышла необычная аркада Rocket League. В ней мы будем одновременно играть в футбол и ездить на машинах. Задача та же, что в обычном футболе. Забить больше голов, чем команда противника. Вот только в качестве игроков выступают футуристические болиды, способные на невероятные трюки. Да и противника всегда можно слегка подбить. Кстати, в первый месяц после выхода игра будет бесплатной в сервисе PS+. На PC начались продажи стелс-платформера Calvino Noir. Как и намекает название, игра выполнена в нуарной стилистике. Безымянный город изнывает от разгула преступности. Бандиты слишком сильны, чтобы выступать против них в открытую. И полагаться мы будем на скрытность и хитрость. С портативных устройств на персональные компьютеры перебралась красочная головоломка Gunpowder. Она переносит нас в мультяшную версию Дикого Запада, где благородный разбойник объявляет войну местному криминальному боссу. Вооружившись взрывчаткой, динамитом, пушками и пулеметами, мы проникнем в тайники бандита и обчистим его до нитки. На PC вышла ролевая игра The Ember Throne. Главной ее героиней выступает девушка по имени Анна, почти ничего не помнящая о своем прошлом. Единственное ее воспоминание — последние слова отца, наказавшего ей уничтожить янтарный трон. Разработчики вдохновлялись классическими японскими ролевыми играми, от которых новинка унаследовала пошаговые битвы, необычный фантазийный мир и лиричную историю. Пятерку лидеров мультиплатформерных проектов после продолжительного отсутствия возвращается Minecraft. За это время розничные продажи игры успели перемахнуть за 14 миллионов дисков. Общие же продажи гораздо больше. Согласно недавним отчетам компании, одна только ПК-версия разошлась тиражом в 20 миллионов экземпляров. Суммарный же тираж на всех платформах превышает 70 миллионов копий. Строчкой выше располагается GTA V. Общий тираж игры без учета цифровых продаж преодолел отметку в 45 миллионов дисков. Бронза остается за третьим Ведьмаком. На этой неделе вместо очередного бесплатного дополнения разработчики решили выпустить большое обновление, в основном направленное на оптимизацию игрового процесса. LEGO Jurassic World сохраняет за собой вторую строчку. Большей частью своего успеха игра обязана триумфальному прокату мира юрского периода, который ставит один кассовый рекорд за другим. Но и отзывы прессы и обычных пользователей в основном благоприятны. Несмотря на существенное падение продаж, Бэтмен-рыцарь Архема легко сохраняет за собой первую строчку. На этой неделе стали известны подробности дополнения, получившего название «Семейное дело». Согласно его сюжету, Бэтгерл и Робину предстоит сойти с Джокером и Харли Квинн в опасной игре на территории парка развлечений. У эксклюзивов минувшая неделя прошла очень спокойно. Новых релизов практически не было, а один из лидеров прошлой недели Persona 4 Dancing All Night настолько просел в продажах, что выбыл из пятерки лидеров. В этих условиях наверх опять пробились наиболее долгоиграющие проекты. Пятерку замыкает Mario Party 10. Суммарный тираж игры оценивается в 850 тысяч копий. Четвертая строчка досталась еще более стойкому ветерану. С момента релиза Pokemon Omega Ruby and Alpha Sapphire было продано уже свыше 8,5 миллионов картриджей. Тем не менее, игра продолжает находить по 30 тысяч новых пользователей еженедельно. На третью ступеньку поднимается Rhythm Heaven The Best Plus. Впрочем, подъем этот временный и связан исключительно с отсутствием сильных соперников. А вот Splatoon способен похвастаться определенной стабильностью и не спадающим интересам публики. Благодаря этому шутер на этой неделе завоевывает серебро. Чемпионом вторую неделю становится Fire Emblem Fates. Впрочем, на второй неделе у ролевой игры случился ожидаемый спад продаж и отрыв от ближайших преследователей оказался совсем небольшой. Хватит ли у Fates запаса прочности, чтобы остаться в лидерах еще раз, мы узнаем уже через неделю. На этом все. Играйте только в лучшие.